Лекция номер 9. Создание двухмерных моделей. На текущем этапе мы уже кратко разобрались с интерфейсом всех модулей системы Deform, как 2D, так и 3D. Ознакомились с основными функциональными кнопками Pre- и Post-процессора. Теперь можно переходить непосредственно к разбору методики создания моделей. И здесь, забегая вперед, хочу отметить, что лучше всего придерживаться одного единого алгоритма. Он состоит из десяти пунктов. Их можно видеть здесь. Создание требуемого числа деталей, то есть определение, сколько объектов модели будет задействовано. Далее импорт геометрии, то есть импортирование в каждую выбранную деталь своей нужной геометрии. Далее позиционирование при необходимости, то есть расположение, корректное расположение в пространстве. В частности, это будет необходимо при создании объемной геометрии, поскольку при создании в компасе все находится на нулевой оси Z, в координатах Z в точке 0. Далее создание сетки конечных элементов. Ввод данных о температуре и материале. Кинематические параметры, то есть задание скоростных характеристик инструменту поступательного либо вращательного движения. Далее установка параметров расчета. Здесь определяется, сколько шагов будет задействовано, сколько шагов будет сохранено и чему будет равен один шаг. Далее взаимодействие объектов. Это определение, что является деформирующим или деформируемым объектом. Установка между ними параметров трения и теплопередачи. Далее определение ограниченных условий, то есть дополнительные условия, нужно ли устанавливать где-то теплообмен с окружающей средой, дополнительные тепловые потоки, усилия, скорости, приложенные в определенные зоны заготовки и так далее. И в конце, собственно, генерация готовой базы данных, которые уже будут подвергаться расчету. Каким образом, согласно данному алгоритму, создается двухмерная модель. Будем рассматривать ту модель, которую мы строили в системе Компас. Те самые файлы геометрии. Там, насколько я помню, мы делали без оси симметрии модель осадки. Первое у нас идет создание требуемого числа деталей. Делается это вот этими двумя кнопками, то есть добавить объект, удалить объект. По умолчанию дается всегда один объект. Нам нужно еще два. Создаем их. Вот WorkPiece, это у нас будет заготовка. Top, да, это будет верхний баек. Bottom, да, это будет нижний баек. Следующее у нас идет импорт геометрии. Необходимо в каждый объект импортировать свою геометрию. Переходим в вкладку геометрию и нажимаем кнопку Import Geo. И ищем нашу папку. Вот они наши файлы EGS. Так, у нас активно жирным цветом, как видите подчеркнуто, значит это выделен данный объект WorkPiece. Ему присваиваем геометрию заготовки. Вот она. Так, далее выделяем, чтобы жирным цветом стал верхний баек. Это будет VB. И также импортируем нижний баек NB. Вот все импортировали. Однако, как мы видим, мы не наблюдаем геометрии заготовки. Хотя вроде бы все импортировалось. Как мы видим, какая-то геометрия есть. Это, скажем так, единственное может быть затруднение будет в том случае, когда вы импортируете заготовку в виде окружности. Дело в том, что она импортирована, но программа не знает какой разворот программе нужно сделать. Для этого заходим в нашу геометрию и заходим в правку. Мы здесь видим, что тип геометрии может быть либо линия, либо дуга. У нас выбрана дуга, арк. Но угол у нас равен 0. Чтобы получить нашу окружность, вот мы видим, когда мы выбрали, у нас имеется одна точка, это центр окружности и одна точка, собственно, которая у нас имеется. Нам нужно, чтобы она описала полную окружность. То есть угол 360 градусов. Ставим и получаем нашу окружность. Все. Это единственный вариант, когда вам придется, скажем так, править геометрию, только когда вы имеете окружность. Овал или какая-то криволинейная прямая, все будет импортироваться нормально. Только в виде сплошной окружности будет такая погрешность. Далее. Для двухмерной геометрии необходимо обязательно проводить проверку геометрии. Каким образом это делать? Когда вы находитесь на вкладке геометрии, у вас, ваша геометрия будет иметь небольшой такой серый оттенок, когда вы будете перещелкивать. Вот, вот, необходимо, чтобы данный серый оттенок находился внутри геометрии, а не снаружи. Как мы видим, здесь он находится внутри, здесь внутри, здесь находится снаружи. Что это означает? Геометрия составляется из отрезков. У каждого отрезка есть начало и конец. Правильная геометрия определяется в том случае, когда у вас начало идет, допустим, вот для данного длинного отрезка здесь, конец здесь, то есть идет против часовой стрелки. Поэтому данная геометрия будет некорректно рассчитана. Для нее необходимо сделать проверку. Нажимаем проверить и здесь имеется кнопка Check Incorrect. Нажимаем на нее. Появляется, геометрия была скорректирована, сообщение. И, как видите, серый фон встал внутри. Все. Если я щелкну, допустим, на эту геометрию и нажму проверить и также чек, выдаст сообщение, что геометрия в порядке. Сразу нажимаем дискетку, чтобы нам заново все это не делать. Геометрию импортировали. Переходим к следующему пункту. Позиционирование. При необходимости. Ну, поскольку мы сразу спозиционировали все в компасе, нам здесь этого делать не нужно. Но нам понадобится обязательно позиционирование в объемной геометрии, поэтому данный пункт отложим на следующую лекцию. Создание сетки конечных элементов. Конечные элементы необходимо вписать в заданный объем. Для этого необходимо выбрать нашу вкладку сетка КЭ. Здесь устанавливаем количество элементов и нажимаем генерировать сетку. Посмотрим, что получится. По умолчанию для объектов в Deformer 2D по умолчанию посмотреть деформацию заготовки. Но если мы планируем делать исследование на бойках, допустим, посмотреть как идет распределение температуры на них, то можно сдать сетку на них тоже. Но в этом случае придется сдавать и материал для данных бойков. В данный момент мы этого делать не будем. Лучше сделаем это также отложим на объемную деформацию. Сетку задали. Ввод данных о температуре и материале. Ввод данных необходимо вводить для тех элементов, на которых создана сетка. В частности получается это у нас для заготовки. Делается это на вкладке основной. Нам для начала необходимо задаться материалом, потому что исходя из него мы будем подбирать температуру. Нажимаем данный цилиндрик. Появляется библиотека материалов. Нам необходимо выбрать категорию и собственно из нее выбрать нужный материал. Предположим, что это будет у нас идти свинец. Свинец находится в категории другой. Он у нас находится здесь лед. Как мы видим, температура его позволяет от 20 до 300 градусов. Охраняем. Пусть будет, допустим, 45 градусов в теплом помещении. Ввод для печи, допустим. Следующий параметр это ввод кинематических данных. То есть нам необходимо определиться, что будет двигаться. Поскольку мы моделируем осадку, чаще всего принимается, что ход плансона идет сверху, нижний плансон стоит без движения. Поэтому нам необходимо выбрать верхний плансон. Вот здесь он выделяется скобочками такими желтенькими. Перейти во вкладку движения. И когда мы выбираем движение, нашей выбранному объекту, могу пощелкать, и выбранному объекту присваиваются оси движения. Сперва необходимо определиться, в какую сторону будет двигаться. То есть выбрать направление. Поскольку он будет двигаться вниз, нам нужно минус Y. Она у нас заодно. И далее необходимо задать, собственно, нашу величину. Либо она будет постоянной, либо функция от времени. Ну, предположим, что она будет идти 5 миллиметров в секунду. Нормальный ход нашего пресса. После этого переходим к следующему параметру. Параметры расчета. Параметры расчета задаются первой кнопкой из 5 данных функциональных канавиш. Нажимаем на нее. Сперва нам необходимо выбрать режим. Поскольку у нас будет деформирование, нам нужно его выбрать обязательно. Теплопередача, если мы хотим рассчитывать проходящие тепловые процессы. Если у нас данная галочка будет отключена, то система будет считать, что процесс у нас идет изотермический. Чтобы было более реальным, естественно, галочку мы активируем. Далее переходим на вкладку «Шаг». И здесь сперва нам необходимо указать значение шагов решения. Чаще всего студенты спрашивают, а какое значение оптимальное? Ну, сразу скажу, для поступательного движения желательно максимальное значение, чтобы было не более единицы. Для прокатки на порядок меньше. То есть меньше, чем одну десятую лучше не брать, если у вас идет вращательное движение. Поэтому здесь поставим единичку. И далее нам необходимо посмотреть, собственно, сколько шагов нам нужно выставить. А для этого нам необходимо закрыть эту вкладку и вернуться на вкладку «Движение». Здесь внизу имеется такой глазок. Предварительный просмотр движения объекта. Щелкаем на него и смотрим, как он двигается. Как мы видим, с такой скоростью, с заданной скоростью действующего пресса, у нас слишком идет превышение. Допустим, нам необходимо сделать на такую величину. Нам понадобится всего шесть шагов. Вот мы их и выставляем. И пусть, допустим, будет каждые два шага. Можем непосредственно в данном случае провести уточнение расчета. Мы можем выставить более высокую точность, увеличив число шагов расчета и уменьшив данный шаг, чтобы сохранить такую же величину. Сейчас объясню, что это значит. Вот выставили шесть шагов. Заходим в движение и смотрим, насколько он пройдет. Вот он обжимает на такую величину. Чтобы было такое же обжатие, но с большей точностью, нам нужно на определенную величину увеличить число шагов расчета и на такую же величину уменьшить данное число. Допустим, на десять. Если мы увеличиваем, значит здесь будет шестьдесят, здесь будет ноль один. И точность расчета будет на порядок выше. При этом, если я ничего не меняю и смотрю дальше сюда, мы получаем точно такое же обжатие, которое было при шагах, но когда один шаг был равен одной секунде. Сохраняем. Далее переходим на вкладку взаимодействия объектов. Это у нас является вот эта кнопка. Четвертая. По умолчанию он сразу выдает всегда вот такое окошко. Настоящий объект связи не обнаружено. Ходили, чтобы он вы заставил по умолчанию. Всегда нажимайте да. И в данный объект он выставляет следующие связи. Первую связь вам необходимо всегда удалить. Эта связь создается только в режиме 2D, и вам она не нужна. То есть, якобы объект с объектом. Нам он не нужен. Вот выставлены правильные связи. Верхний баёк с заготовкой, нижний баёк с заготовкой. Главный объект у нас выделяется зелёным. Тот, который деформирует подчинённый, выделяется коричневатым таким цветом, который воспринимает деформацию. Здесь всё правильно. Теперь необходимо, если продвинемся сюда, в правый бегунок, указать два коэффициента. Трение и теплопередача. Нажимаем кнопку изменить. Нам нужны первые две вкладки в данном окошке. Во вкладке деформирования мы устанавливаем, собственно, тип трения. Трение и величину трения. Я рекомендую всегда использовать тип трения по зибелю. Поскольку в данном случае данный тип трения позволяет моделировать интенсивную пластическую деформацию, когда величина контакта напряжения превышает, собственно, предел текучести. Кулона трения – это, по сути, незначительная величина в пределах упругости, состоящая и незначительно достигающая предела текучести. Нам же необходимо лучше считать по зибелю. Далее сюда вбивается коэффициент трения, который может быть как константой, так и функцией. Ну, допустим, он будет константой. Можете его рассчитывать по известным формулам из теории МД, либо можете взять какой-то готовый пресет. В данном случае нам предлагается несколько вариантов. Тут все зависит, собственно, от материала и также от частоты поверхности нашей заготовки и инструмента. Ну, допустим, будет 0.25. Переходим на вкладку «Температурный» и нам здесь необходимо выставить коэффициент теплообмена. По умолчанию также можно принять готовый пресет, либо просто свободное нахождение, допустим, нагрев или остывание, либо при деформировании. Достаточно пятерки. Нажимаем «Закрыть» и данные коэффициенты появились здесь. Далее нужно сделать для второй пары. Но есть один нюанс. Допустим, у нас будет связей не 2, а штук 20. Каждую связь переделывать достаточно проблематично. Но если у вас в большинстве связей находятся одни и те же значения, можно сделать следующее. Выбрать ту связь, где уже значения заданы, и нажать кнопку «Принять для остальных пар». Нажимаем на нее, и такие же значения попадают на все остальные. Теперь мы рассчитываем допуск расчета. Он определяется системой в зависимости от погрешности геометрии. И нажимаем «Загенерировать все». И как мы видим, на системе появились точки контакта. То есть она понимает, что между данными объектами будет контакт, и с увеличением площади, когда у нас заготовка будет сплющиваться, данный контакт будет расти. Нажимаем «Ок». Дискетку. Ну и теперь, собственно, граничные условия. Какие граничные условия здесь можно задать? Ну, для начала выбрать нашу заготовку. Посмотрим. Заготовки какие-то с корсой, давлением, силой мы не будем задавать. Можно задать, что у нас теплообмен с окружающей средой, но опять-таки это только по контуру. Что, в принципе, тоже не слишком обязательно, потому что у нас заготовка не будет слишком излучать температуру в окружающей среду, потому что она находится в холодном состоянии. Здесь можно пока ничего не задавать. Последнее. Нам остается создать базу данных. Для начала нажимаем кнопку «Проверить». Он проверит и выдаст сообщение. Может быть сгенерировано, либо не может. Если не может, то, соответственно, в нужном окошке он будет показывать, что нужно переделать. Если не может, нажимаем кнопку «Сгенерировать» и смотрим. «Done writing database». Все. После этого из припроцессора можно выйти. И, собственно, здесь появится новый файл «ADB». Нажимаем его на расчет. И вот пошел наш расчет. Ну, сейчас он должен достаточно быстро это прогнать. И мы сразу сможем предварительно посмотреть, получилось или нет наше моделирование. Как видите, 2D считается достаточно быстро. С помощью данной кнопки можно обновлять величину нашего логирования. Все. Мы досчитали. И вот вышло сообщение. Моделирование окончено и установлено на том шаге, который указан пользователем. Заходим в постпроцессор. Ну, посмотрим, получилось или нет. Да. То есть наше моделирование прошло успешно. На этом все.